Казахстан – государство, открытое всему миру. С первых дней обретения суверенитета республика начала налаживать активное сотрудничество с другими странами, чтобы установить взаимовыгодные и равноправные отношения. Результаты этого не заставили себя ждать. Иностранные инвесторы стали вкладывать деньги в экономику Казахстана, открывать новые производства, создавать рабочие места. Сегодня уже отечественные бизнесмены осваивают новые рынки, работают за пределами родины, создают совместные проекты с зарубежными компаниями. Эксперты отмечают, сотрудничество – это всегда новые возможности для каждой из сторон. При этом деловые отношения между собой устанавливают не только страны, но и города. Яркий тому пример – партнерство столиц Казахстана и Латвии, Астаны и Риги. Неоднократные визиты делегаций уже приносят свои плоды. Здесь я вижу очень большой поток инвестиций в строительство. Недвижимость был после тех событий нашего визита сюда. Развилось это направление очень хорошо, причем такими очень быстрыми темпами. Прямо буквально через несколько, даже не месяцев, а несколько недель, можно сказать, один из бизнесменов Казахстана, Астаны, приобрел в Латвию очень существенную недвижимость, которая стоила миллионы. Вот буквально мы с ним встретились в рамках этого визита, он так посмотрел, узнал какие-то гарантии, узнал, что между нашими городами подписан этот договор о сотрудничестве. Вот когда он получил от нас эти гарантии, он принял решение о инвестиции денег вот в нашу экономику. В Казахстане тоже увеличилось количество предприятий с латвийским капиталом. Их сегодня здесь около 60. Кроме того, налаживается научное сотрудничество. Уже скоро отечественные студенты смогут учиться в латвийских вузах по программе «Болошак». А рижские специалисты сельхозсферы приедут развивать племенное животноводство в нашей республике. Расширяется сотрудничество и в других сферах, особенно в туризме. Разумеется, туризм – это чистейший экспорт любой страны. У нас прирост по туризму, опять же, в абсолютных цифрах он может быть не очень большой, но самое главное в этой отрасли, что он есть. Он ни разу, даже несмотря на все спады, у нас сократился товарооборот. Но у нас ни разу не сокращался, вот кривая развития туризма, она ни разу не шла вниз. Она идет только динамический верх. Причем из Казахстана в Латвию, так и в обратный поток Латвия-Казахстан. Эта кривая все время растет. Вот это очень приятный, позитивный фактор. А за туризмом, туризм же – это не только приехать и посмотреть достопримечательности друг у друга. Нет, самое главное в туризме, что это следующий шаг к экономическому развитию. Новый визит рижской делегации в Астану позволил навести мосты в более специализированной отрасли, медицинском туризме. Теперь казахстанцы смогут пролечиться в одной из лучших больниц латвийской столицы. Да, на сегодняшний день, я думаю, это уникальная возможность нам предлагать Сирийскую первую больницу на экспорт. Это достаточно новое направление. Почему это стало возможным? Потому что, во-первых, больница обладает совершенно фантастическим коллективом, специалисты, которые у нас работают высочайшего мирового уровня. Мы сейчас очень хорошо популяризируем такие услуги, как операции, то есть серьезнейшие операции, излечение серьезнейших болезней, в том числе онкологических болезней. То есть вот этот широкий спектр, ортопедия, стоматология такая очень известная, косметическая хирургия, в чем мы достигли очень высоких результатов. То есть, в общем-то, к нам удивительно, мы стараемся поехать лечиться в Германию или в Израиль, да, так вот немцы и израильтяне едут в Латвию лечиться, потому что уровень медицины абсолютно такой же, как и там, а соотношение цены-качества, ну, намного в пользу нас, конечно, лучше. Появится возможность развивать сотрудничество и между медиками двух стран, обмениваться опытом, проводить стажировки. Специалисты уверены, это повысит качество медицины в стране и принесет пользу всем ее жителям. КОНЕЦ КОНЕЦ